Сегодня в программе. Мы продолжаем работы по нашему вновь построенному дому из СИП-панелей. В этом выпуске мы соберем крышу из черепицы и установим окна. Во второй части программы поговорим о выборе септика для загородного коттеджа. Крыша – это важнейшая архитектурная составляющая часть дома, поэтому большинство кровель в Европе многие века выполняются только с применением натуральной черепицы, которая служит столетиями, со временем только увеличивая прочность и приобретая неповторимый благородный облик старины. Обсудим преимущества и особенности материала с представителем компании БРАС. БМА БРАС – признанный международный лидер в области качества и инноваций, который является самым крупным производителем натуральной черепицы в мире и в России. Вообще рынок скатных кровель в России составляет порядка 130 миллионов квадратных метров и всего лишь один процент занимает БРАС. То есть миллион квадратных метров, чуть больше мы производим. Цементно-песчаная минеральная черепица представляет собой небольшие рельефные плитки, из которых после монтажа получается выразительное кровельное покрытие. Ее изготавливают из порт-ландцемента, кварцевого песка и пресной воды. Так как основной состав – это песок, а песок – это минерал, поэтому черепица минеральная. Раньше она называлась цементно-песчаная. Преимущества, какие основные черепицы БРАС. Черепица превосходит по прочности и морозостойкости все существующие требования. Она не горит, она не шумит, не слышно ни дождя, ни града, ни подвижек снега. Этот материал очень часто используется в деревянном домостроении. Почему? Потому что деревянный дом дает осадку, а благодаря тому, что давление черепицы сверху ведет равномерное распределение нагрузок и равномерная усадка. Черепица имеет вес 40 килограмм на метр квадратный. Очень часто это отпугивает клиентов и застройщиков. Но все должны понимать, что мы находимся в третьей и в четвертой снеговой зоне, а это более 260 килограмм на метр квадратный. Конструкция в нашем регионе должна учитывать снеговую нагрузку. Все-таки мы северная страна, северные широты. Если учитывать снеговую нагрузку, учитывать вес конструкции, то черепица занимает всего лишь 8 процентов от общей массы конструкции. И если здание было смонтировано согласно строительных норм и правил, вообще волноваться за вес черепицы. Нет необходимости. Кстати, черепица может использоваться во всех климатических зонах Российской Федерации. В Геленджике, Новороссийске, вообще на Российском побережье очень много домов и жилых комплексов с черепицей БРАС. Почему? Потому что она не передает вот эту нагрузку ультрафиолета жару в помещение, в здании. То есть в доме комфортно находиться. Монтаж черепицы БРАС облегчается ее особым строением. Штучный материал подходит для двускатных и сложных крыш с башнями, мансардными окнами, множеством стыков. Каждая плитка имеет надежный зацеп, с помощью которого прочно крепится к обрешетке. Поговорим о правилах и ошибках монтажа с представителем компании «Эксима». Компания «Эксима» на рынке загородного строительства более 10 лет. На счету команды более 300 построенных деревянных домов. Основной профиль – строение из клеенного бруса и CLT-панелей. Если следовать всем правилам, которые сделаны в инструкциях БРАС, никаких ошибок не будет. То есть использовать инструкцию. Вот это, наверное, основное правило при монтаже. Мы встречали как раз неправильно прочтительно стропильную систему. То есть большой шаг между стропилами бывает. Либо выбрано не то сечение стропилы. Не проклеивают капельник, не проклеивают мембраны. Когда вода скатывается по мембране, капельник, если проклеен, то она скатывается по капельнику и попадает туда с точку. А если мы не проклеим, то вода пойдет под капельник. По фасаду дома будет течь. Просто вода вам будет попадать на стены дома. Важный нюанс при монтаже крыши из черепицы – это технологические отверстия для саморезов. Их производитель намеренно делает несквозными, для того, чтобы вода не протекала в используемые отверстия. Каждая черепица засверлена. Но крепить каждую черепицу не требуется. Нам надо крепить первый ряд, потом четыре ряда мы укладываем, потом еще можем закрепить один ряд. Крепить надо обязательно хребтовую, и где у нас сильные ветровые нагрузки, там обязательно крепим. Если мы закрепим каждую черепицу, то при демонтаже, мало ли что-то там, мы потом не заменим. А так она взаимозаменяемая черепица. В чем ее плюс? Например, от металлочерепицы. Вам лист не надо менять целиком. Вам надо заменить одну черепицу, и это можно сделать. Залезть на крышу и поменять одну-две черепицы очень легко. Важный компонент черепичной кровли – это элементы снегозадержания. Они для черепицы специальные. Иные снегозадержатели на такой крыше использовать категорически запрещено. Для любой черепицы зимой надо чистить снег. То есть снегозадержание – это тоже не панацея. Она не всегда может спасти. Мы сейчас находимся на объекте частного дома, где заказчик принял решение применить на двускатной кровли черепицу ГРАС. В здании у нас сценовой комплект из СИП-панели. И также будет применена черепица франковская черная. Установим вентиляционные трубы. Смонтируем водосточную систему от того же производителя. Крыша готова! Пластиковые окна – популярный элемент современного жилья. Кто-то обновляет после ремонта, кто-то меняет от застройщика, а кто-то планирует их установить в свой новый коттедж. Рассказываем, как выбрать пластиковые окна в нашей инструкции с комментариями эксперта от компании Рехау. Рехау – производственная и инжиниринговая компания. Имеет принадлежность к известной международной группе. Продукция компании производится как в России, так и в других странах. В ассортименте Рехау представлены окна, двери, раздвижные конструкции и различные принадлежности. Если давать определение пластиковому окну, то это оконный блок, установленный в оконный проем с отделкой узлов примыкания, подоконников и отлива. Вот тогда мы получаем пластиковое окно, где оконный блок изготовлен из пластикового профиля, а внутри для обеспечения прочностных характеристик установлено металлическое армирование. Профиль имеет свою структуру, он имеет камерную структуру. Это, с одной стороны, обеспечивает определенные теплотехнические характеристики, с другой стороны, камерная структура – это понятно, что меньше материала, профиль получается определенной стоимости. Ну и через камеры осуществляется вентиляция оконных конструкций, она должна быть. Понятно, что чем больше камер, там больше воздуха. Воздух – хороший изолятор, теплоизолятор, и поэтому это обеспечивает максимальные теплотехнические характеристики в профильной системе Intelio 80, где камерность профиля составляет 6 камер. Мы сертифицируем наших партнеров, которые производят и устанавливают наши окна, и выдаем соответствующий сертификат. Обсудим с представителем компании «Окна в дом» основные правила и типовые ошибки монтажа пластиковых окон. Компания «Окна в дом» существует на рынке более 15 лет и является одним из лидеров по изготовлению, продаже и установке окон и дверей из ПВХ и алюминия. Компания имеет собственный цех нестандартных конструкций, цех покраски и ламинации. На сегодняшний день мощность производства составляет 1500 квадратных метров конструкций из ПВХ и 1000 квадратных метров алюминиевых конструкций в сутки. При монтаже окон правил на самом деле немного, и все пошаговые инструкции, они прописаны и прорисованы в гости, им всего лишь нужно следовать. Любое отклонение, даже небольшое от этих инструкций, влечет за собой некие последствия. Ошибки – это криво-косво установленное окно, ну говоря обывательским языком, то есть с недопустимым отклонением от горизонтали либо вертикали. Это одна из самых распространенных ошибок при монтаже. Его можно демонтировать, очистить проемы и раму от монтажной пены, затем смонтировать ровно по лазерным построителям плоскостей, затем заполнить монтажный шов, то есть перемонтаж спасает данную ситуацию. Окно невозможно спасти, если только целостность рамы нарушена. Одной из распространенных ошибок является монтаж окон без использования парализационных, гидравитационных материалов. На данном монтаже мы использовали диффузионную ленту для закрытия пены снаружи и парализационную ленту для закрытия ленты внутри помещения. Эти ленты сохраняют функцию пены монтажной, потому что монтажная пена может впитать в себя излишнюю влагу как изнутри помещения, так и с улицы. Если влажность пены повышается на небольшой процент, коэффициент ее сопротивления теплопередачей очень сильно падает. И существует большая вероятность промерзания данного шва. Далее идут некачественная пропенка, заполнение монтажного шва пеной и недостаточный крепеж, либо длина крепежа неправильно подобрана для того или иного типа стен. Это опять же все прописано в ГОСТе, для каждого материала, из чего построен дом. Предусмотрена длина крепежа и шаг крепежа также должен быть соблюден. Если не установить отлив при монтаже окна, то при осадках внизу проема будет скапливаться вода, либо снег. Поэтому желательно установить отлив сразу при монтаже. Для очищения хозяйственно-бытовых сточных вод на загородных участках используются локальные очистные сооружения, септики и станции биомеханической очистки. С ростом популярности загородного образа жизни увеличивается и распространение различных очистных сооружений. Вместе с экспертами разберемся, как работает станция биологической очистки, а также поговорим о ее плюсах и минусах. Компания «Кола Весси» – один из лидеров по производству и продаже очистных сооружений и реализует такие виды продукции, как станции глубокой биомеханической очистки, погреба хранения, кессоны, жира- и пескоуловители, а также изделия на заказ. Очистное сооружение – это оборудование, которое предназначено для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Это вода, которая попадает нам в дом, мы ее загрязняем, а хотим вернуть в природу чистую воду. Есть очистные сооружения для хозбытстока, для промышленных стоков и для ливневых стоков. Наша специализация – это хозяйственно-бытовые сточные воды. Станция биомеханической очистки – это автономная система канализации. В нее поступают сточные воды, которые затем пошагово очищаются от мусора и органических взвесей. Стоки разделяются на механический осадок и воду. Впоследствии вода проходит через фильтрационную систему и уходит в грунт, а осадок откачивается осенизационной машиной. Производительность люцакой установки – до 1600 литров в сутки, а залповый сброс – до 320 литров. Станция выполнена из конструкционного полипропилена различных видов, сварена в заводских условиях и проверена на герметичность. При подборе очистного сооружения очень важный момент – это ее незасоряемость. В Зорде Рейн мы это дело предусмотрели. Также при подборе очистного сооружения важно учитывать, где находится вся электрическая часть, управляющая работой станции. В Зорде Рейн мы специально выносим ее в отдельный герметичный модуль, тем самым защищаем от попадания влаги. Сама вся станция представляет из себя цилиндрическую емкость, установленную на квадратное основание, и внутри она разделена на функциональные зоны. Как раз приемная камера, которая обеспечивает подготовку сточной воды к биологической очистке, камера «Аэротэнк», в которой проходит биологический этап очистки, то есть под действием микроорганизмов, и вторичный отстойник, в котором вода успокаивается и отделяется от активного ила. В станции по умолчанию установлена емкость для сбора чистой воды и удаления ее при помощи насоса. То есть любую станцию нашу можно легко переделать из самотечного типа отведения в принудительный, добавив насос. Микроорганизмы, которые работают внутри очистных сооружений, это те же микроорганизмы, которые работают, по сути, внутри нас. И приходят в станцию как раз-таки вместе со стоками. Микроорганизмы используют кислород при дыхании, поэтому в станцию нужно нагнетать растворенный кислород. Для этого она комплектуется дополнительно компрессором. Для съемок этого сюжета мы решили установить в кадре станцию глубокой биомеханической очистки «Зор-де-Рейн». Поможет нам в этом мастер по монтажу очистного оборудования Дмитрий Бабанский. Дмитрий Бабанский – специалист по установке и обслуживанию очистных сооружений. Опыт работы более 8 лет. В комплектацию станции «Зор-де-Рейн» входит компрессор, модуль для блока управления. В блоке управления есть розетка для подключения станции, шланг для подключения компрессора и два хомутика. Также, если нужно, станцию сделать с пундительным отводом. Докупается насос отдельно. Полка для насоса уже есть в станции. Первым этапом у нас идет подготовка от котлована. Выкапывается яма определенных размеров. Делается подушка из песка. Туда опускается станция, наполняется водой. Вокруг станции обсыпается все пескоцементом, проливается водой. Потом подключаются трубы, подключается электричество. Также станцию нужно утеплять, потому что для жизни бактерий требуется несколько вещей. Это питательная среда, положительная температура и кислород. Если чего-то не хватает, станция потом перестает работать нормально и появляется запах в станции. Чтобы подключить станцию, мы будем использовать насос «Шторм» мощностью 900 Вт и производительностью 18 000 литров в час для откачки канализационных стоков в станцию. Чтобы сэкономить ресурсы, будем использовать колодец, который уже имеется, бетонный, как станцию. Поставив такой насос, мы сможем подавать канализационные стоки напрямую в станцию. Редактор субтитров А.Семкин